Йо-йо-йо, здорово! И с вами Диман Масл, чёрт подери! Сегодня я сравню Fold 3 и Tab S8 Ultra. Что могу сказать про оба эти устройства? У меня есть этот планшет, и знаете, большую часть времени он лежит. Потому что, поверьте, вот, например, если подключать к нему клавиатуру, то всё равно она не будет так работать, как вы хотите в играх. То есть вы не сможете в PUBG бегать, нажимая на кнопки просто так. Там нужны специальные переходники. Более того, если вы думаете, что он у вас даст какой-то прирост производительности Snapdragon 8 Gen 1 относительно Fold 3, вы тоже ошибаетесь. Вы не почувствуете этого прироста ни в чём. О какой-то бешеной автономности тоже забудьте. Не больше 10 часов экрана – это его максимум. Но это хорошие результаты. Я скажу, он держит больше, чем любой ноутбук. Но, по возможностям, он даст вам гораздо меньше, чем любой ноутбук. Потому что посмотреть фильмы, видео, фотки с этого экрана – одно удовольствие. Но, тем не менее, заменить на нём какой-нибудь ноутбук, благодаря мощному процессору, чтобы поиграть в игры, или там пользоваться Вардом, Экселем – всё это вы будете делать крайне урезанно и получать от этого гораздо меньше возможностей и удовольствия. Любой ноутбук порвёт любой планшет. Уж поверьте мне. Та же Tab S8 Ultra, к моему сожалению. Этому экрану нет равных. Я ничего не хочу сказать. Вы действительно будете кайфовать от его цветопередачи и прочих моментов. Она ничем не хуже, чем у любой Ultra, начиная с 20-го поколения. Действительно красивые, хорошие, сочные цвета. И когда я смотрю на вот эти вот динамические обои, я просто кайфую от того, что я вижу на этом экране. Потому что если вот так вот их щёлкаю, сейчас я вам попробую показать, вот так вот их листать, то те цвета и те картинки, и то качество, которое он выдаёт, ему нет равных. На таком огромном безравночном экране – это просто огонь. Более того, вот эти вот фронталки, под которые здесь сделаны небольшие вырезы, они абсолютно не бросаются в глаза, и вы об этом забудете очень быстро. Но что я должен сказать, что он лежит. Он лежит, потому что, да, я смотрю на нём фильмы с пятницы на субботу, но остальное время мне неудобно его таскать с собой. Он действительно очень большой и очень тяжёлый. И да, с обычного телефона действительно всё выглядит очень маленьким. И если смотреть фотографии и прочие моменты, работать с документами – это действительно неудобно с экрана обычного телефона. И тут бы вроде на помощь пришёл планшет. Но он неудобен, он слишком большой. Его размеры идут хорошо, когда вы хотите куда-то его поставить и посмотреть с него фильм-компании, или даже вдвоём в кровати с девушкой. Но вот так вот, чтобы в одиночку таскать его и заменять им всё попало, и делать на нём всё попало, неудобно. Даже банально держать его на весу и набирать текст на клавиатуре – это тоже достаточно неудобно. Поэтому тут на помощь приходит Fold. Вот на нём всё удобно, просто прекрасно. Захожу я в Ozon, и у меня всё на большом экране. То есть всё максимально адаптировано. Я вижу весь набор товаров, я могу всё это листать. Здесь все эти категории. Сразу отображается опять, что гораздо удобнее, чем на экране обычного телефона. Любые фотографии, которые я сделал и которые я буду смотреть, они тоже отображаются на весь экран. Это тоже очень удобно, потому что по факту они очень большого размера. Если смотреть на экран обычного телефона, то она была бы примерно вот такой, потому что она квадратного соотношения сторон, и Fold как раз квадратный. Если говорить про просмотр видео 16 на 9, то вот фотография 16 на 9. То есть если вы будете смотреть на нём видео с YouTube, то они будут либо такого размера, либо вот такого при развороте. То есть некоторые полосы у вас всё равно будут. Но тем не менее, вот этот размер, он всё равно больше, чем экран какой-нибудь S22 Ultra. Поэтому в плане поглощения контента с Fold'а вы будете делать всё гораздо приятнее и в большем размере, чем с обычного телефона. Он просто информативнее и приятнее в использовании. Тем не менее, его легко держать в руках, и в сравнении с обычным телефоном я не ощущаю дискомфорта ни в весе, ни в удобности. Если у меня свободно две руки, я пользуюсь двумя руками вот так вот, и мне всё гораздо удобнее и больше, чем на обычном телефоне. Если у меня свободно всего одна рука, то опять замечательно. Внешний экран узкий, я как раз дотягиваюсь до противоположной стороны экрана, что тоже для меня очень удобно. И в плане печатания на клавиатуре, и в плане просто доставания каких-нибудь моментов. Но сегодня я хотел поговорить не об этом. Мы все знаем, что Fold'а замечательное универсальное устройство, и с тех пор, как я попробовал Fold, ни на какой обычный телефон не перейду. И более того, я снимал краш-тесты на Fold, и вы знаете, что они куда надёжнее, чем кажется на первый взгляд. Но сегодня я бы хотел сравнить камеру, возможности камеры Tab S8 Ultra против камеры обычного телефона. В качестве обычного телефона будет выступать Fold. Понятно, что здесь камеры высокого уровня, но тем не менее, это не ультра. Здесь нет 108-мегапиксельных модулей, здесь обычные 12-мегапиксельные сенсоры, которые, по сути, они могли бы взять отсюда и вставить в этот планшет за 150 тысяч рублей, могли бы не полениться и сделать. Так они этого не сделали. Давайте посмотрим, каким результатом и печальным последствиям это привело. Итак, чтобы фотографии на планшете не были значительно большего размера, я его разверну горизонтально, а фотки я делаю вертикально. При этом, смотрите, насколько большая разница в цветопередаче и в качестве. Вот я просто приближаю какой-нибудь момент, да, и вы сразу чётко видите, что цвета гораздо приятнее именно на Fold. Это чётко можно заметить, если увеличить картинку до одинакового размера. И во всех деталях, вот даже в плане этих бананов, здесь видите на них засветы, да, здесь же этого мы не наблюдаем. Единственное, что почему-то на дальнем фоне вот здесь вот детализация, хоть цвета и хуже, но детализация этих шрифтов, она лучше на Tabies 8 Ultra. Но если вот так в целом смотреть на картинку, какая яркая тарелка здесь и какая она белёсая, ужасная на Tabies 8 Ultra. И дело не в экране, дело именно в цветопередаче. Я даже выключу сейчас фильтр синего на обоих устройствах, потому что здесь у меня до этого он был включён. Вот, значит, это ширик. Ширик в таких же условиях средней освещенности. Здесь, в принципе, особой разницы я не вижу, но если, опять же, приблизить вот этот вот пульт, да, то, в общем-то, я бы сказал, что он немножечко чётче, наверное, на Самсунге. И шумов чуточку поменьше на Самсунге. Хотя, опять, если смотреть на задний фон, то похожий результат на самом деле, в принципе. Но в любом случае сам Fold чуточку почётче. Понятно, что на планшете влезает больше, но сейчас вроде сами предметы одинакового размера, поэтому растянута картинка одинаково сильно. Ну, по чуть-чуть почётче на Fold, да? Далее, вот такой вот снимок в плане HDR. Посмотрите, как хорошо отработал Fold. Видно забор за окном. Здесь же лютый засвет за окном. То есть, тоже в плане детализации. В плане HDR и детализации планшет сливает. В плане детализации на подоконнике, ну, в принципе, тут у нас похожий результат на переднем плане. Далее, вот такой вот снимок. Снова проверка работы с HDR. И снова гораздо чётче картинка за окном на Fold. Это ясно. Далее, холодильничек. Смотрим на детали и надписи, насколько они читабельны или не читабельны. Так, вот сейчас картинки примерно одинакового размера, и снова чуть больше насыщенности, чуть больше деталей выдаёт Fold. На самом деле, пока я смотрел в камеру, и здесь снимал на Fold в сложенном виде, на малюсеньком экранчике, то качество на Fold оказалось в разы лучше. Но когда сейчас я открываю картинку в одинаковом размере, чтобы сопоставлять результаты, то уже я вижу, что качества не настолько-то и разительные. То есть, чем на меньшем экране вы смотрите картинку одинакового разрешения, тем более чётко она кажется. Поэтому, когда вы купите Fold, и будете смотреть фотки на таком большом экране, они вам могут казаться менее чёткими, чем если бы вы смотрели их на маленьком экране обычного телефона. Это стоит учитывать. Поэтому, чтобы на этом планшете картинка оказалась красивой, тоже контент должен быть соответствующего разрешения. Потом, значит, следующий момент. Вот такой вот домашний кадр. Смотрим на детали на стене и на вот эту вот Луну. Но мы чётко видим, что детали шероховатости картины больше на Fold, и сама Луна тоже, она чуточку почётче на Fold. Далее в правой части кадра, тоже вот на этом вот шкафу, я здесь вижу название, здесь не вижу. То есть, всё-таки камера, конечно, на Fold получше. Далее я решил сделать кадр в хорошем уже освещении, уличная съёмка. Здесь тоже Fold хорошо передал красный цвет стула, здесь же он белёсый засвеченный. Потом... Ой, что это произошло? Вот, потом, что касается детализации самого снимка, вот там вот вдалеке где-нибудь, да, то здесь результат похожий, но чуть-чуть цвета, чуть-чуть цвета уступают всё-таки Fold. На планшете они не такие кайфовые. Но, тем не менее, результат достойный, достойный, вполне достойный результат. То есть, основной модуль камеры, в общем-то, неплохой. Далее мы вот так снова приближаем дальше зелень и начинаем сравнивать. И снова вижу, что чуть более жёлтая картинка здесь, чуть более зеленоватая здесь. Если постараться разглядеть детали на шине, то мы видим, что там и там, вот если при шину делать одинакового размера, то детализация шины у планшета даже и не хуже, в общем-то. Так что на хорошем цвету камера выдаёт хороший результат. Небо одинаково голубое. Это ширик, кстати. Сейчас сравним ширик. Ну, в ширике здесь уже шины вообще не видно. Детали ни там, ни там не разглядеть. Она просто тёмное пятно. Но, тем не менее, здесь какая-то вообще каша уже появилась под ногами. Какие-то обрывки листьев здесь, в общем-то, ещё более-менее не видна картинка земли. И как-то вот структура дерева получше. Вот тут доски как-то совсем перемесились в кашу. Тут как-то всё-таки получше ширик. Но вы помните, что когда мы сравнили Fold с Ultra 22, то там не было такого прям вау-разрыва, да? Ultra и Fold. То есть у Fold это прям кайфовая камера на самом деле. Поэтому то, что планшет ей не сильно уступает, это неплохо. Вполне неплохо. Но ночью, конечно, ужасен. Потому что, смотрите, какая чёткость тут, и какая каша, и темнота здесь. Как бы даже вот здесь смотреть на вот эти вот части кадра, тут просто темень. Это ужас. Это, конечно, неприятно. Далее ширик. Ширик тоже здесь на Fold есть. Ширик ночной режим. Здесь нет ночного режима. Тут он фоткал 7 секунд. Тут он фоткал за секунду. И, конечно же, воплотился за это темнотой и ужасным качеством. Вот, значит, дальше. Код, лежащий на лестнице. Ну вот здесь, да, здесь Fold молодцом. Посмотрите. Хочу вам показать, какая красивая шерстка и обработка здесь лестницы. И тут никаких деталей всё смазано. И не очень приятно выглядит. Далее ещё один такой вот кадр. Здесь он что-то сплющился немного. Вот тут он уже пошёл. И, да, шерсть гораздо лучше проработана именно на Fold. Так, далее. Странно, у меня так камера трясётся как-то. Я вот снимаю на Ultra. Она пытается стабилизировать картинку. Что с ней происходит? Она включилась в какой-то режим, что ли? Вот сейчас, видите, я руками не трясу. Отражение телефона в планшете, оно было стабильное. А картинка прям трясётся, пытается как-то стабилизироваться. Хотя я не включал суперстабилизации. Что за фигня? Вон как трясётся. Мрак. Ну ладно, это нам не помешает записать обзор. Если переключиться на ширик, всё стало стабильным. Но я не хочу снимать на ширик. Ладно, похер. Короче, Ultra что-то как-то тусит, блин, сама по себе. Далее. Тёмный угол на нашей любимой мансарде. И он лучше проработан на Fold. Опять цветопередача. Чуточку получше, более яркие цвета, более лучшая проработка складочек, меньше шумов. Далее. Следующий момент. Приближение двукратное. И видите, на Fold есть двукратная оптика. Благодаря этому мы здесь чётко видим рисунок в пакете. Здесь мы этого не видим. Вот эти дырочки, складочки, детали пола. Конечно, двукратный оптический зум спасает. Здесь этого нет. Тут только широкоугольный модуль. Далее. Кадр с улицы на обычную камеру. И здесь снова мы видим чуть лучшую работу в HDR в тенях, потому что на Fold чуть более яркая картинка. Опять трясётся камера. Я не понимаю, как это работает. Странно. На Ultra 22 снимаю на снэпе. И какая-то муть с автостабом. Такого не было. Вот видите, как трясётся картинка, когда мой телефон... Я потом к зеркалу подойду, покажу вам, что за фигня. Дальше снимаем на фронталку. И здесь я бы хотел сравнить качество фронталки и уделить внимание тому, что она... Что там, что там, выдаёт замечательный результат. Я не вижу абсолютно никаких проблем. И ширик. Смотрите, какой широкий ширик здесь на фронталке. Сколько вылезает моего тела в кадр. И здесь такой широкой фронталки, конечно, нет. Но если развернуть фолд задом наперёд, перевести изображение на маленький экран, то получается, можно использовать основные камеры как фронталку. Тогда такой результат получится. Но, короче, на планшете прям хорошее качество фронталки. Мне, в принципе, нравится. Я к нему претензий не имею. Хотя, когда смотришь на большом экране, может показаться то, что есть какие-то недочёты в камере. Но, на самом деле, если растягивать так же сильно фотографии из других телефонов, то будет такой же результат. И ещё можно делать вот такие годные снимки благодаря широкому углу. Большой кулак и маленькая голова. Почему так трясётся телефон? Пойдёмте к зеркалу, посмотрим. Так, смотрите, сейчас я вот так потряс телефон и снимаю себя. Теперь телефон стоит ровно, видите, а картинка как трясётся. Чё за... Он как будто остаточное изображение делает того, как я тряс. Она потом так и трясётся. Вы видите, чё творится? Потрясу влево-вправо. Она потом трясётся влево-вправо. Как будто бы раскачивается камера и потом повторяет эти движения. Чего? Вот вам и ультра, блин. На Snapdragon для Кореи, чёрт подери. С вами был Диман Масл.